К студии подключается главный редактор информационно-аналитического портала обозреватель Ниджат Гаджиев. Здравствуйте. Ниджат Мелем. Добрый день. Права безопасности населения армянского происхождения, проживающего в регионе, будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана, как я уже отметила. Но вот Армения демонстрирует все еще, что не отказалась от территориальных претензий к Азербайджану. Как вы считаете, как можно интерпретировать такое поведение официального Еревана? Вы понимаете, мы последние две недели находимся в периоде активно-дипломатических месседжей и активно-дипломатического прострации в вопросе данного урегулированного комплекса. То есть мы видим, как в регион посещают разные дипломаты. К примеру, спецпредставитель России по Южному Кавказу Ирха Хаев посетил Ереван и Баку. Мы видим частые телефонные разговоры армянской стороны с представителями фронта и США. Мы видим, как азербайджанские дипломаты разговаривают с представителями США. И параллельно этому всему идут обмен месседжей. Вот Армен Григоря дал месседж азербайджанской стороне, что в проекте мирного документа должен быть пункт, якобы защищающий права армян Карабаха. А это означает ему предоставление определенного особого статуса, еще чего. Это с одной стороны. С другой стороны, азербайджанские мне говорят, что вы не имеете права вмешать во внутренние дела, и это не может быть обсуждением темы переговоров. То есть есть контакты линий и идут месседжи. Вот сегодня Пашиня заявил о том, что он готов подписать мирный договор. Обратил внимание, что он это заявил когда. Он это заявил после заявления Армена Григоряна, что права армян Карабаха должны быть учтены в мирном договоре. Это первый момент. Второй момент. На фоне визита Арарата Мирзайна в Турцию и показывания мировому сообществу Турции, в том числе Азербайджану, что они сочувствуют жизням международных групп, которые пострадали в результате землетрясения. Они готовы открыть границы, подписать мирное соглашение, даже признать где-то церковь, что Азербайджан. И так далее. Но при этом они пытаются каким-то образом вклинить в свой яд этот садкий чай. Если сказать правильнее, добавить ложку дегтя в мёд. То есть эта ложка дегтя, это и есть права так называемых армян и так далее. То есть права азербайджанцев, они защищены конституцией Азербайджана. Армяне и Карабаха такие же, как и все остальные оплатонные народы этого региона, и наши страны, и наши граждане. Это вопрос касается нашей юрисдикции. Ни Армении, ни России, ни США. Другой момент, что да, если Азербайджан по расовым национальным признакам будет кого-то дискриминировать, тогда вопрос на уровне Совета Безопасности улом поднимается. Но вот этого же вопроса нет. А поскольку этого нет, армянская сторона пытается сейчас в проект документа путем открытых месседжей, не за закрытым деревьям, путем открытых месседжей заявить и изложить, что вот мы готовы предоставить ретейн-цессу с Азербайджаном, но вот права Альмана и Карабаха должны быть учтены. А права Карабаха должны быть учтены, это означает, что им должен дать какой-то особый статус, с возможной перспективой какого-то там решения вопроса о внутреннем каком-то статусе и так далее. То есть это то, что они все время, все последние 30 лет требовали в одних условиях, теперь они требуют в других условиях. То есть это вопрос референдума. И поэтому, поскольку мы знаем, что стоит за этими разговорами о правах Альмана, о возможной перспективе референдума, так называемого, это все они пытаются реинкарнировать мадридские принципы на самом деле. То есть они не пошли на наше соглашение на мадридские принципы. И теперь уже после войны пытаются они возобновить эти мадридские принципы. Обратите внимание на то, что Пашиняя сегодня на заседании говорил, что вот он отправил проект документа мирного соглашения кому? Азербайджанской стороне и странным членам Минской группы. А это означает, что они еще пользуются старыми параметровами, допустим, как Минская группа. Даже Игорь Хахаев, представитель России, он не представитель Минской группы. Параллельно там где-то, возможно, там еще где-то кто-то пишет. Но ни в США, ни во Франции, ни в России нигде Минской группы ни слова не говорится. Он пытается возобновить Минскую группу. А Минская группа ему нужна для того, чтобы возразить опять мадридские принципы. А мадридским принципам пришел конец в ноябре 2020 года. Все. Но нет мадридских принципов, нет старых формулировок, нет всех нарративов, которые были. Теперь эти же нарративы попадаются каким-то образом в мирный документ, а под другим соусом как-то вставить, но не получается. И не получится, скорее всего. И вот заметим один момент. Сегодня важный нюанс в заявлении Пашиняна. Это то, что он говорит, что проект мирного договора не должен привести к конфликту. Это говорит абсурд, но это может и к этому привести. И в этом смысле тут, не согласитесь, с ним невозможно. Почему? А потому что армянская сторона в проект мирного договора пытается протестнуть свои нарративы о так называемых прав Альмяна Карабаха. Права Альмяна Карабаха регулируются в конституции Азербайджана. Они будут защищены. При этом, что министр иностранного дела России Сергей Лавров, а я напомню, что министр представляет страну, чьи миротворцы в регионе, он говорит, что Азербайджан готов предоставить все гарантии безопасности армянам Карабаха. То есть на этом вопрос закрыт. Азербайджан готов предоставить свои гарантии безопасности. А это подразумевает ряд механизмов. Это не просто я гарантирую безопасность и точка. Это не так. Это сложный механизм. Эти гарантии безопасности, они должны быть в будущем обсуждены. И там должны быть четко регламентированные документы. То есть Азербайджан готов пойти на это. И об этом заявляет министр иностранного дела России. Азербайджанская сторона тоже об этом заявляет. На всех уровнях. Даже президент Азербайджана, глава Азербайджана заявляет о том, что они готовы предоставить все необходимые гарантии безопасности для армян Карабаха. То есть тут вопрос уже не лежит в плоскости особые права или, допустим, безопасность и так далее. Какая-то сегрегация, ксенофобия или, не знаю, очищение региона от армян. То есть вопрос не в этой плоскости стоит. С Азербайджанской стороны. Армянская сторона пытается этот вопрос преподнести как. То есть они говорят, что мы готовы подписать мирное соглашение. Но вот есть права армян Карабаха. Особо права. Это раз. Таким образом они показывают миру, что вот они такие добрые, хорошие. Вот они даже пошли на помощь Турции. Открыли границы. Отправили гумпомощь. Армянский один из первых, кто посетил Турцию. С другой стороны говорят, что мы готовы подписать мирное соглашение. А в реальности, вот как бы это ни звучало парадоксально, в реальности их нарративы мирного соглашения не вделяют надежду на то, что это мирное соглашение будет подписано. К сожалению. И поэтому эскалация в данной конфигурации с их нарративами и формировками о том, что права армян Карабаха и так далее, и вмешивание во внутренние дела Азербайджана, это прямой путь к конфронтации, это прямой путь к конфликту. И тут нельзя ожидать каких-либо подписаний мирного соглашения в данной конфликции. Они сами, с одной стороны, говорят, для мира одно, то есть отбертка одна, а внутри совсем другое. Внутри это яд, который они пытаются нам дать. Но я знаю, что азербайджанские дипломаты, азербайджанские политики в курсе дела всего, даже больше того, чем поршнянам, возможно, хотелось бы. И мирного документа по видению армянской стороны не будет. Он будет мирный документ, охватывающий все интересы азербайджанского народа, которые прописаны в Конституции Азербайджана и в та территориальная целостность, которая прописана в Конституции Азербайджана и в Азербайджан принят и признал Совет о безопасности ООН еще в 1991 году. А это подразумевает еще 8 сел, к примеру, которые еще оккупированы. То есть этот вопрос насколько по моей информации, да, то есть есть разные контактные группы, по моей информации армянская сторона даже отказывается вести разговор по поводу этих 8 сел, к примеру. Как они предстоит нашу территориальную азербайджанскую? Вот и ставите вопрос. Тут уже мирный договор уже провалился. Ниджат Мелем, большое вам спасибо, что ответили на наши вопросы. Как заявил президент, то, что 2023 год это последний шанс для Армении. Времени у них мало. Большое спасибо. К студии подключался главный редактор информационного аналитического портала «Обозреватель» Ниджат Гаджиев. Субтитры создавал DimaTorzok